Приветствую всех на моем канале дорогие друзья и сегодня у меня очень непростая задача познакомить вас редчайшим устройством функциональнейшим устройством попробовать о нем рассказать по максимуму дело в том что в интернете практически вообще никакой информации об этом аппарате нет один-два видео обзора несколько фотографий и никаких характеристик ничего будет первый мой обзор этого аппарата в ю-тубе до меня ну я по крайней мере не нашел ни одного обзора только один фоновый такой звук с этим аппаратом более ничего что же это такое устройство я так полагаю судя по графическому эквалайзеру и вообще принципе конструктиву дизайну моде скорее всего середина 80-х годов может быть где-то 86 год это такая золотая эпоха развития электроники в аудио индустрии когда очень много было технологичности внедрено в аппараты итак что же это такое название его на лицевой панели аудио видео контрольный центр модель называется а в м 515 под брендом окай я сейчас буду буквально впервые сам с этим аппаратом так серьезно знакомиться прямо в реальном времени вместе с вами поэтому те вещи которые я могут быть буду говорить не точно и вы тогда пишите пожалуйста в комментариях что может быть это действительно вы знаете о нем больше чем я и расскажете мне про некоторые вещи у меня по некоторым функциям у меня есть только предположение но естественно мы попробуем его и включить и протестировать по различным его возможностям давайте ну вот сначала мы его включим просто красоты конечно неописуемое устройство с огромным с левой стороны экраном гигантским экраном внизу которого располагается fm тюнер расширенный кстати диапазон fm следующий у нас дисплей чуть выше это так называемая анализатор спектра и фронтальный и вот можно включить здесь дополнительной кнопочка есть так нет не вот где с ураунда с ураунт вот выключаем с ураунт вот пришлось немножко выключить освещение а иначе просто не видно слишком яркий цвет на самом деле яркость нормально абсолютно но когда делаешь как бы видео до дополнительный свет включаешь и и не видно вот видите у нас сверху у нас левый правый канал это фронтальный анализатор снизу с ураунт анализатор спектра что еще у нас здесь присутствует режим фоно то есть фонокорректор встроенный тейп кассета вот компакт диск сиди проигрывайте видеомагнитофон здесь вот середине у нас написано а в контроль центр ну в общем то пока непонятно это просто наверное обозначение всех этих режимов как бы такой квадратик он неактивный дальше активный у нас вход видеодиск тоже очень интересно следующее у нас вот активно сейчас fm радио а.м. радио и т.в. т.в. снизу шкала громкости то есть когда мы убавляем громкость у нас убавляется вот такая индикация громкости вот мы ее полностью убавили в середине этого устройства сами кнопки которые активируют у нас режимы то есть вот фоно допустим мы переключаем тейп сиди видеомагнитофон видеодиск fm а.м. т.в. и нижний ряд двойной это память fm радиоприемника здесь у нас аж 16 станций которые может запомнить данный аппарат далее идут логическое прибавление уменьшения громкости в середине клавиша при глушении звука и активация surround задней акустики также с отдельной громкостью то есть задние тыльные колонки при подключении можно регулировать отдельно сама регулировка громкости выполнена вот на минус на плюс с помощью вот такой вот двойной клавиши есть память память это кнопка связана с fm радио то есть когда мы запоминаем станции мы через эту кнопочку работаем sub-main sub-main я так честно говоря не понял пока что это такое предполагаю что это расширение какое-то звуковое при surround звуки я пока так думаю далее у нас идет эквалайзер пятиполосный баланс и уровень входного сигнала микрофона он у нас находится чуть ниже ну вот самого названия AV-контроль-центр AV-M515 чуть ниже камеру направил вот как раз у нас разъем микрофон разъем наушники и кнопка включения-выключения акустики вот сверху находится крышечка вот она закрывается и открывается и под ней вот очень множество регулировок причем они тут чуть ли не двойные и тройные так как есть и регуляторы крутилочки и поворачивающиеся какие-то варианты регулировок с одного до восьми позиций то есть что это такое я пока до конца не понял давайте теперь попробуем познакомиться что у нас находится с тыльной стороны аппарата и так сверху слева регулятор то есть это за такой зажимчик для подключения проводочка к АМ антенны далее идет такой же аналогичный я так полагаю что это для винилового проигрывателя заземления антенна дополнительная вот которая у нас еще присутствует здесь окон откидывается режим входа для винилового проигрывателя это понятно режим входа для CD ну и вот тоже как бы важный такой момент режим работы с кассетой здесь подключается через него подключается как бы два аппарата да мы хотим с одного с одной кассетной деки записать на другую вставляем значит разъем тюльпаны в первой кассетной деки на play а во второй кассетной деки вставляем естественно на запись на рек и все это пропускаем через вот эти разъемы аналогично так же в результате чего мы можем в реальном времени менять звук на линейных на линейных выход при работе через эквалайзер то есть получается что мы можем менять звук можем сделать по умолчанию как есть в ноль а можем изменять в реальном времени характеристики качества звука ниже идет у нас UHF FM это вход для FM антенны далее антенна у нас идет вот AM подключена еще одна которая вот непосредственно встроена уже в аппарат и еще один разъем UHF FM то есть вы видите что получается у нас здесь у нас антенна IN вход вот с правой стороны аналогичные дублирующие разъемы полностью антенна АУ выход тоже надо с этим разобраться не могу до конца понять для чего это нужно кто знает пишите в комментариях то есть зачем в принципе сделан выход дополнительный далее переходим к самим самим непосредственно видео входом ну видите здесь в принципе вот маркировка названия Made in Japan то есть да это все оригинальный как бы японский аппарат причем аппарат внутреннего рынка Японии у него была европейская версия по-моему она называлась AVM 313 или 315 что-то в этом роде на Европу выпускалось такое устройство но это непосредственно вот для внутреннего рынка аппарат что мы видим значит по разъему видим что у нас есть монитор выход то есть это видео в виде тюльпана который подключается дополнительно к дополнительному монитору который уже будет показывать то что на этот аппарат приходит а приходит у нас возможно да подключать ну маркировки присутствуют видеодиск вот видеодиск для меня второй момент непонятный это у нас был такой формат я еще пока не смотрел в интернете в 80-х годах судя по всему может быть он внутреннего японского рынка был формат формат видеодиск середины 80-х годов тоже дорогие друзья мои посмотрите если кто что найдет интересное напишите что же это такое за видеодиск ну и вот у нас идут дальше видеомагнитофоны закоммутировать фактически мы можем в одно устройство и аудио аппаратуру и видео аппаратуру тех лет то есть представляете да насколько это функциональная модель насколько в ней помимо того что в ней еще я хочу вам сказать прекрасный усилитель очень мощный я его пробовал подключать когда он у меня появился просто первым делом что я делал я включил вот и получился звук я конечно был впечатлен впечатлен то есть такое же для жанров рок и диско это просто улётный наверное был бы звук очень мощный очень мощный усилитель очень напористые низкие частоты по звуку в аппарате ну давайте далее последний у нас идут уже с правой стороны в задней части аппарата три розетки японский вариант 100 вольтовый для подключения дополнительных устройств ну то бишь через себя да этот центр может давать питание трем дополнительным аппаратом ниже подключение акустики здесь все как по омности от 8 до 16 ну тоже что приятно в общем то есть такой задел да по вариантам выбора акустики и далее идут тюльпаны которые подключаются сурраунд акустики вот она видна здесь маркировка сурраунд спикер 816 ом вот еще про дизайнерскую составляющую да смотрите как она плавно так наклоном идет панель как бы смотрит на вас это поверьте мне очень классно смотрится к тому же это еще и практично очень удобно да еще что вам не сказал в самом начале про лицевую панель тут еще есть вот такое окошечко стеклышко шоу пульт управления у меня его к сожалению пока нету но буду искать как бы посмотрю может быть и найду вот это тогда будет вдвойне удобней сейчас пока вращал как бы смотрел аппарат кажется я понял разобрался в верхней панельке в этой верхней крышечке да с кучей регулировок здесь просто я не прочитал здесь видите некоторые есть маркировки и нижняя нижняя надпись она гласит таким образом tv sound mpx VHF потом значит палочка идет и UHF что это такое значит это значит что в режиме ТВ в режиме ТВ аппарат может находить звук с телевизионных станций можно наверное я так понимаю отдельно так же вот этими кнопочками запомнить на режиме ТВ даже нет не кнопочками а именно сверху как раз сверху как раз вот этими регуляторами зафиксировать до восьми телевизионных каналов которые впоследствии можно слушать не смотреть а именно слушать скорее всего это так итак дорогие друзья давайте попробуем включим аппаратик здесь сейчас поставил я радиостанцию FM диапазона регулировки громкости мы попробуем задействовать эквалайлер итак 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 Далее мы перейдем в режим ТВ. Да, вот мы сейчас ищем, как бы, ну, понятно, на японских частотах это, как бы, получается, может быть, там телевидение, но на наших тут вперемешку. Тут и ТВ, и радио, я так понимаю. Так, в общем, да, понятно. Понятно смысл, да, в чем. То, что, значит, сверху у нас находятся вот эти регулировки для режима поиска ТВ-станций. Перейдем, давайте тогда к подключению линейных входов. Сейчас задействован режим вход State. Давайте попробуем, послушаем, как он будет играть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а далее проверим, возможно ли изменение эквалайзера звука при использовании этого АВ-устройства в режиме промежуточного звена сквозного канала. Сейчас подключил монитор с акустикой, значит, подключил видеомагнитофон, и мы попробуем в реальном времени на линейных выходах, не задействуя никакую, да, акустику, кроме акустики, которая уже в этом мониторе, да, она встроена, но сигнал будет на нее поступать через линейный выход, а не через подключение по кабелям специальным акустическим, да, понимаете. Попробуем задействовать эквалайзер. Итак, включаем. Как видим, все работает. Эквалайзер может менять звук. Да, дорогие друзья, так что эту функцию АВ-устройство выполняет. Мы можем изменять на линейном выходе частотные параметры звука. Ну что, резюме, дорогие друзья. В общем-то, да, устройство очень интересное, которое позволяет действительно задействовать практически всю домашнюю систему 80-90-х годов в одном блоке. И коммутировать видеоустройство, и коммутировать аудиоустройство, а также использовать данный аппарат при перезаписи для изменения частотных характеристик звука. То есть, вот основные, да, его возможности, которые он позволяет делать. Ну, естественно, надо не забывать, что во время изменения частотных характеристик звука, используя это устройство как промежуточное, мы же можем подключать еще и микрофон. То есть, соответственно, еще добавляя свои какие-то комментарии. Очень удобно. Причем уровень микрофона, да, регулируется. Мы можем в реальном времени создавать монтажный фильм, к примеру, да, изменяя частотные параметры звука, что очень удобно. Даже на данный момент, то есть, может заинтересовать многих. Реально, эта фишка как бы крутая. Вот такой вот редкий аппарат АКАЙ СУРРАУНД АУДИО-ВИДЕО-КОНТРОЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Модель называется АВМ-515. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok АВМ-515.